Добро пожаловать в мастерскую Марины Корлиц. Сегодня у нас тема эфира Финское школьное образование и система подготовки учителей. Мы посетили в Финляндии о цели нашего посещения, я вам писала, мы посетили и школу, в которой проходят практику учителя Хельсинки. И в этой школе бывает одновременно, например, проходит практику где-то 150-200 учителей-практикантов, то есть будущих учителей математики. Мы поговорили с директором этой школы, мы поговорили еще с несколькими работниками, в том числе там и социальный работник присутствовал. Задали им очень много вопросов, также они рассказали об истории своей школы, об финском образовании в целом, в чем заключается их успех, в чем заключаются сильные стороны, какие вызовы, например, у них имеются, с какими проблемами они сталкиваются. И затем мы посетили Хельский университет, там поприсутствовали на очень интересной конференции, также пообщались с научными работниками. Ну и налаживали, так сказать, сотрудничество. Очень много чего интересного для себя подчеркнуло. И вот теперь тезисно, давайте начнем, коллеги, относительно... А, кстати, меня слышно? Я даже вообще не спросила-то. Наверное, слышно, раз вы молчите. Друзья, вы, если что, лайки поставьте, а то я тут сижу, разговариваю уже минут 7 сама с собой, и даже не поинтересовалась, слышно меня или нет. Итак, значит, смотрите, вот часть тех вопросов, которые вы мне задали в комментариях... Добрый день, Наталья! Вот часть этих вопросов отпадает сама собой, когда вы понимаете... О, спасибо за лайки, спасибо, спасибо, супер! Ставьте лайки обязательно! Когда вы понимаете, в какое направление выбрала финская школа. Все, отлично, спасибо, спасибо, друзья! Все, теперь тогда я рассказываю, а лайки можете ставить, это очень приятно. Итак, существует три направления, которые школа может себе выбрать. Первое направление, вам всем очень хорошо знакомое, это когда школа убирает направление стандартизации, когда есть один какой-то уровень, все этого уровня должны не достигнуть, и, соответственно, школа к этому стремится. Второе, это так называемый, знаете, такой британский подход, когда обучение выстраивается на основе конкуренции. И третий подход, или третье направление, это европейская модель, европейский подход, или еще финский подход его называют. Что это значит? Это когда идет, как это, школа отталкивается от потребностей ученика. От потребностей ученика. И вот это вот очень важно понимать, потому что многие наши вопросы, которые мы задаем финнам, финны могут даже не понимать, потому что у них голова в другой парадигме. Если, например, мы спросим у них, а как вы добиваетесь того, что все ваши ученики к определенному сроку имеют одинаковые знания по какому-то там предмету, или у них умения все на совершенно одинаковом уровне, то они этого не поймут, потому что у них направление другое, они не стандартизируют, у них нет такого, что нужно всех потянуть к одному времени, до одного уровня. Они отталкиваются от потребностей ученика, они понимают, что у каждого ученика свой набор особенностей, у каждого разное мышление, разная память, разный тип восприятия информации, разный темп работы, условия даже, в которых ученик оказался, в которых он учится и так далее. Поэтому не может быть такого, что в определенное время у всех определенный одинаковый уровень. И вот то, что финны отталкиваются от ученика и от его потребностей, вот это, коллеги, когда вы находитесь там, вы понимаете, что это не слова, которые нам уже просто, вы знаете, уже надоело слышать, это уже личностно ориентированный подход, отталкиваемся от потребностей, индивидуальный подход, персональный подход, поможем ученику, поддержим ученику. Такие слова, которые уже осколлено набили, вот там это работает. Вот у них это действительно работает. И они сами говорят, что когда к нам приезжают, у нас спрашивают, ой, ну вот, что за метод у вас, вот феномены, значит, ваши там, что у вас там за феномены такие, объясните нам. Это они сами так рассказывают. Вот дайте нам, вот, значит, вот тот способ, тот метод, который вы так применили, и у вас успешно сработал. Они говорят, нет такого метода. Все давно уже описано и переписано. Все уже давно в научных, педагогических, психологических трудах описано. Все есть. Мы не используем вообще ничего нового. Дело в том, что учителя наши мыслят системно. Они понимают и учителя, которые работают в школе, и преподаватели, которые в вузах, и, соответственно, руководство школ, и руководство в вузах. Они мыслят системно. Они понимают, какие глобальные изменения в целом происходят в мире. Они понимают, как эти глобальные изменения оказывают влияние на, ну, допустим, на школу, на каждого учителя, на каждого ребенка, на каждого родителя и так далее. Они видят картину в целом. И никакой волшебной таблетки, коллеги, вот я сейчас разочарую, наверное, возможно, кого-то, никакой волшебной таблеточки там нет. Вот нет такого, что ты приехал, увидел, о, сделаю так же, и у меня будет то же самое. Системно, целый ряд системных изменений, которые начинаются, все, моя любимая фраза, с головы. Все, все изменения всегда начинаются с головы. Вот именно эту парадигму нужно менять, подход нужно менять, и результат будет совсем другой. Если есть сейчас на этом этапе какие-то вопросы, так, сейчас я, друзья, буду тут периодически смахивать, нет, извещение приходит на телефоне. Если есть какие-то вопросы, можете уже мне их смело задавать, я сейчас продолжу дальше. Сейчас посмотрю, все ли я вам тут сказала, в обведении то, что я хотела сказать. А у вас пока есть возможность, если что, напечатать вопрос. Так, все, да, поэтому, так сказать, по введению, что хотела сказать, то коллеги я вам сказала. Так, вот теперь, смотрите, в чем плюсы, задали им такой вопрос директору этой школы, который на самом деле руководит не эта только эта школа, он руководит группой школ. И его спросили, в чем же плюсы финской школьной модели образования. И он перечислил следующие плюсы. Первое, у них мотивированы ученики. Вот если обучение организовано таким образом, как это делают они, они получают мотивированных учеников. Я напомню еще раз, они отталкиваются от потребностей ученика. И это, снова повторю, потому что мне безумно это нравится. Безумно нравится не повторять, а вот это вот, отталкиваться от ученика, эта фраза. Это не формальность, это работающая совершенно практика. И у них стиль работы с учениками, не контролирующий задача школы, задача администрации, задача учителя, не проконтролировать ученика, а помочь ему развиться, помочь ему вырасти, помочь ему за эту неделю сделать что-то такое, что он, например, неделю назад еще делать не мог. Они помогают ему развивать его, развивать его мозг, создавать какие-то новые связи. И изо всех сил его в этом процессе поддерживают. Что, например, мне, что я отметила, что сделали финны, и что нам еще в Эстонии предстоит обязательно сделать. Они, конечно, в этом большие молодцы. У них ученик, когда сдает в девятом классе государственный экзамен, если он чувствует, что он к этому экзамену еще не готов, он может экзамен сдать не в июне, а, например, в августе. А если ему нужно больше времени, тогда он его застне в августе, а, например, в октябре. Понимаете, да? То есть они действительно учитывают то, что у каждого ученика своя скорость работы, и у него могут быть трудности. И если он испытывает трудности, задача тех специалистов, которые находятся в школе, это и учитель-предметник непосредственно, это и социальный работник, это и психолог, и еще там есть человек, который работает с детками, детки с особыми потребностями, его вспомнила, с особыми потребностями, вот эта команда, они думают о том, как этому ребенку помочь, в чем проблема, и помогают этому ребенку, понимаете? И вот несмотря на то, вот в нашей команде, в нашей делегации, с которой мы там были, возник сразу же вопрос, что, ну, так они, значит, тогда все вот это вот, ну, воспользуются этой возможностью, что, ну, до экзамена что-то мне в июне, я вон в октябре, и давай вообще, может, в следующем году сдам его. И как бы все будут массово использовать эту возможность, и, ну, тем самым сделают ее как бы такой бессмысленной, и учиться перестанут. Так вот, видите, ну, потому что мы мыслим немножечко по-другому, у нас-то стиль контролирующей работы, да, и, конечно, если ты все время работал в таком контролирующем режиме, тут резко предоставляешь ученику выбор и свободу, он, честно говоря, этими инструментами пользоваться еще не умеет. У него такой самостоятельности еще в жизни не было. Ну вот. И, что я хотела сказать, коллеги, представляете, забыла. А, да. А там, так как ученики мотивированы, то им в голову не приходит просто искусственно затягивать свое время обучения для того, чтобы вот еще там три месяца или четыре месяца лишний проучиться в школе. Это единицы, кто действительно сдает экзамен позже. Ну, опять-таки, дети мотивированные. Сколько детей в классе? Сколько детей в классе? Вот про количество детей, скажу честно, речь не заходила, но мы посещали классы. 20 учеников точно есть в классах. Классы гимназические вообще достаточно большие, но только вот я единственная, они все заполнены, эти парты или нет. Вот это я сказать не могу, вот честно, коллеги. Но начальную школу я видела, но где-то вот учеников 20 там точно в классе сидела. Далее, в чем еще плюсы школьной модели образования? Ученики не выпадают из учебного процесса, и для этого там прикладывается очень много сил, для того, чтобы они оказались максимально вовлеченными в этот учебный процесс. Далее, учителя. У них мотивированы учителя, и учителя мотивированы делать свою работу. Вот это тоже плюс вот их система. То есть вы понимаете, что это срабатывает не только на учениках, то, что вот такая вот система поддержки работает, а не контроля. То, что системно люди понимают, что они делают. Для учеников осмысленная работа, для учителей также осмыслена работа. И для руководителей, потому что стиль руководителя оказывает большое влияние на то, как работают его учителя. И руководители соответственные должны быть. Нам приводили очень хороший пример, когда, знаете, такое противоречие возникает. Вроде бы руководитель школы говорит, что «Да, я своим учителям предоставляю свободу выбора. Например, свободу выбора методов работы. Пусть вот они будут такой творческий подход использовать. Действительно, у каждого свой темп работы, у каждого ученика. А потом говорят, слушай, план мне дай». Учитель говорит, какой план? Мы тут вот так от ученика отталкиваемся. Мы сейчас посмотрим, если вот эта тема не зайдет, так мы еще будем с ней заниматься этой темой дальше. Или вот тут у нас очень хорошо пойдет, так мы уж следующую возьмем. Трудно план составить. У нас же свобода. Он говорит, да-да-да, свобода, все правильно. Только план мне дайте вашей. Свободы. Ну, полное противоречие, когда директор хочет, чтобы учителя работали в одном стиле, а сам-то хочет работать старым, контролирующим, чтобы быть в курсе, как там у вас со свободы. Темпу, темпу, в темпе успеваете. И вот сразу скажу, что финские учителя не занимаются бюрократической бессмысленной работой. Им не нужно никаких планов сдавать, им не нужно никаких программ куда-то писать, отсылать, чтобы кто-то пришел к тебе на урок и... Да там не ходят на уроки, в принципе, проверять. Там очень доверяют учителям. Вот. И чтобы кто-то пришел и по этому плану мог сверить, у тебя действительно сегодня такая тема работы. Или ты тут немножко запоздал. Или что-то там у тебя так случилось и так далее. Нет у них такого. Учителя составляют, если составляют планы, они составляют план для себя, чтобы видеть, по какой траектории они будут работать с учениками, чтобы примерно представлять, когда, в какой промежуток времени они хотят взять тот или иной учебный материал и так далее. Это для себя, еще раз скажу. Все учебные планы, все материалы для учителя. Никто его контролировать и проверять не ходит. Учителей свободы, учителям доверяют. Так. Работа на уроках в группах или не всегда? Нет, не всегда. Не всегда работа происходит в группах, у них по-разному. Ну и я посмотрела, что в некоторых классах, я заглядывала в классы, в некоторых классах парты могут стоять, ну вот как обыкновенно, да, рядочками. В каких-то классах в группах определены, в каких-то стоят дугами. То есть по-разному, видимо, как учитель, который там только что работал с классом, эту работу определил, так вот, так она и осталась. И еще, коллеги, что хочу сказать. Хотя нет, об этом я скажу позже. Сейчас не буду, а то соскочу, я сейчас про плюсы договорю. Как мотивированы ученики? Мотивированы ученики целой системой. Это целый подход к обучению. Ученики понимают, что обучение нужно им, и те люди, которые в школе работают, они здесь для того, чтобы им помочь развиться. Поэтому я ошибаюсь, мне помогают. Я ошибаюсь, я понимаю, что я ошибаюсь. Я знаю, где спросить помощь, мне помогают. Вся система так построена. Вот и все, тебя никто не контролирует. До восьмого класса они могут не ставить отметки, они могут не выставлять отметки ученикам. Никакого числа, никакого номера ученик не получает. Он получает формирующую обратную связь. Ему подсказывают, где нужно еще подработать, в чем он невероятно силен, где еще какие-то пробелы есть, какую работу нужно сделать, чтобы эти пробелы восполнить, как усилить то качество, что у него уже сейчас очень хорошо развивается. Это комплексная работа в совсем другой парадигме. Понимаете? Потому что когда мы очень долго привыкли работать в иной парадигме, там, с дозертизацией, допустим, например, тогда у нас возникает… Мы видим, что они не мотивированы, мы видим, что глаз уже потух. В принципе, у учителя тоже в этой системе падает энтузиазм, но правда же, потому что учителя заставляют работать формально, заполняя бумажки, отчеты, и учитель привыкает, что он просто дает уроки, дает уроки, дает уроки, дает уроки и так далее. И ученики к этому привыкают. И поэтому возникает вопрос сначала, как учителя мотивировать, потом как ученикам мотивировать и так далее. Но там такие вопросы массово, глобально не поднимаются, потому что парадигма другая, система другая. Так, ага, тут вопрос Алена задает тоже, как именно мотивирует детей каждый учитель по-своему, или есть отдельный предмет, на котором учат учиться? Нет, нет, нет. Учат учиться – это то, что сквозное проходит абсолютно через голову каждого учителя. Этому отдельно не научить, потому что вы придете, например, на физику, там нужны определенные учебные стратегии для того, чтобы справиться с задачей по физике, решить проблему, где понадобится знание из физики. А придете на литературу, там нужны другие учебные стратегии для того, чтобы анализ произведения какого-то сделать и так далее. Это учить учиться, это все учителя этим занимаются. Это то же самое, как цифровые инструменты. Не нужно такого предмета, где тебя научат пользоваться этим приложением, тем приложением, этой компьютерной программой, той компьютерной программой. Абсолютно все учителя это используют, потому что это еще один инструмент. Примерно так же, как если бы у нас был урок, на котором учат писать, а на всех остальных просто работают. Так, далее. В Эстонию на уроки ходят, планы проверяют. Я думаю, это индивидуально Елена от школ. Я работала в такой школе, где на уроки не ходили и планы не проверяли. Но я подозреваю, что опять-таки все зависит от руководителей. Есть такие руководители, которым нужно контролировать и трясти учителя, и он и будет это делать. И все. И тут нельзя в целом судить о том, что вот в целом у нас такой в школах подход. Больше, чем уверена, что большая часть школ в Эстонии, большая часть директоров, администрации от учителя этого не требует. Но это нужно поспрашивать учителей. Вот если у нас тут есть сейчас учителя из Эстонии, которые нас слушают, вот вы можете на этот вопрос ответить. Я сама не работала. Так, друзья, вижу, что у вас пошли еще вопросы. Я давайте сейчас продолжу по списку, и потом тогда вернусь к вашим вопросам. Потому что я думаю, что дальше то, что я буду говорить, вот эти вот вопросы будут просто-напросто снимать. Это так интересно, я вам в экран тыкаю пальцами. Итак, далее. Смотрите, в чем плюсы школьной их модели. Учитель имеет автономию. Ну, это вы уже поняли из того, что я сказала. И учитель умеет уважение. Вот как они добиваются того, что цартос учителя в обществе такой высокий, и почему учитель в Финляндии – это престижная профессия, об этом мы чуть ниже отдельно поговорим. Так, и еще, вот что я вам скажу. А, все, поэтому все. Теперь смотрите. У них спросили, какие у вас есть слабые стороны. Мне очень понравилось, как они к этому вопросу отнеслись. Они очень задумались и сказали, что нет слабых сторон. Есть вызовы. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми вызовами. И вызовы могут быть совершенно разные. У них очень много, например, детей-мигрантов, которые не могут сразу же начать общаться на финском языке. Это раз. Второе – это люди с другой культуры совсем. Это два. Ну и третье – там каких-то еще можно найти какие-то особенности в связи с этим. Так вот, каждый день они сталкиваются с каким-то вызовом. И их задача – эти вызовы принимать и решать. Все. То есть нет проблем, нужно просто придумать какое-то решение. Вот такой интересный подход. И как еще они объяснили, что мы есть те люди, которые… Это и есть наша работа – решать эти проблемы. Если мы сталкиваемся в классе с тем, что у нас, например, несколько учеников, которые требуют к себе особого внимания, это детки с особыми потребностями, это и есть наша работа. Мы должны понять, какие потребности у этих учеников нужно удовлетворить, какие пробелы в знаниях у них отсутствуют, какие возможности, способности у них есть, каких нет. Ситуация проанализирована. Теперь придумываем, как мы им будем помогать, как мы будем с этим справляться. Так, теперь далее. Вот теперь смотрите. А, еще они, знаете, что сказали, что родители становятся все более требовательными. Сами родители меняются. Это вот повсеместно. Это не только коллеги у нас, это не только у вас, у финнов тоже. Вот теперь. Также они сказали, что у них подход к оцениванию изменился. Когда их спросили, какое самое большое изменение в вашей учебной программе произошло, они сказали, что самое большое изменение – это то, что слишком большой фокус на нашу программу пошел в медиа. То есть нам рассказать чего-то нового, особо, вот такого, что «А, так вот оно в чем было, секрет, секретный секрет» – нечего, потому что, ну, все старое, все уже описанное. Просто они это реализовали. А мы еще можем об этом просто говорить и задумываться о том, как же это реализовать. Но мы можем искать просто какой-то отдельный метод, отдельный инструмент, отдельный способ, а нужно менять системно. И начинать все время нужно непосредственно с того, как мы мыслим. Только через смену убеждений потом меняется и то, как мы работаем с нашими учениками. Итак, вот теперь смотрите, коллеги, почему учитель – престижная профессия. Так, сейчас я себе тут пунктики перенесу. Чтобы не забыть вам кое-что рассказать. Итак, почему учитель – престижная профессия? Рассказываю. Вот приводит директор этой школы пример. Им весной, весной они открыли 14 вакансий в школу. Понадобились новые учителя. И 14 новых учителей понадобилось. Они открыли вакансии. А теперь я вам задам вопрос. Как вы думаете, сколько заявлений от учителей на эти места они получили? Вот, пишите мне. Прямо пишите. Я подожду. Я не буду пока говорить. Итак, у них 14 мест свободных. Подано объявление. Просят учителей подать свои CV. Сколько заявок они получили? Предлагайте ваши цифры, числа. Так, про аттестация учителей, аттестация учителей, аттестация учителей. Вот я не могу сказать коллеге. Вот я не помню. Эта тема, по-моему, не поднималась. Про аттестацию учителей. 40, пишет Галина. Так, еще. Предлагайте, друзья, предлагайте. 14. Так. Как обстоит дело с оцениванием? Ну, вот про оценивание, пока коллеги пишут, про оценивание, я уже сказала, что до 8 класса они могут не выставлять отметки ученикам, и они активно используют инструменты, формирующие оценивание, вообще идею формирующую оценивание в целом. Так, 28, 15, 70, 30, по 50 на каждое, я считаю, 20, 50, 14, и получили 5, отлично, друзья, спасибо, 600, друзья, 600, 600 предложений. Когда они это сказали, среди нашей делегации пронесся такой, ах, 600, этого никто не ожидал. Вот это теперь к вопросу, объясните теперь, почему так много учителей хотят работать, ой, почему так много людей хотят работать учителями, и почему так много студентов идут на эту профессию. Невероятно, я согласна, я согласна. Это, правда, невероятно. Вот, 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 да, я такого эффекта и ждала от вас, жалко, что я вас не вижу. Так вот, коллеги, я в шоке, да, 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 приходите в себя, мы сейчас продолжим, приходите в себя постепенно. Так вот, коллеги, нет никакого фокуса, опять-таки. Что самое неинтересное, что нет никакого фокуса. У них как-то так в культуре исторически сложилось, что учитель – это престижная профессия. Вот у них в обществе присутствует уважительное отношение к профессии учителя, потому что учитель – это, ну, действительно, умный человек. Это человек, которому можно обратиться с вопросом, за советом. Это образованный во всех смыслах человек. Не так, что просто образование получил. С образованием можно быть, но образован он еще не значит, что ты образован. У нас не хватает, да, да, у нас так же, у нас тоже есть такая проблемка. А там не хватает мест, мы учителей. Вот, далее. Что очень важно, коллеги, вот это, пожалуй, ну, вообще мысль, которая меня очень поразила. Родители, они относятся к образованию как к инструменту для развития. Девять классов в Финляндии обязательны. Окончить девять классов – это обязательно. Базовое образование должен иметь каждый гражданин в Финляндии. Ну, в Эстонии так же, но я думаю, что это, я никого сейчас этим не удивила. Это так во многих странах. И к основному образованию люди относятся очень серьезно. Они понимают, что это та база, это та основа, это не бумажка. Вот я даже возьму, это не просто бумажка. Вот как бы без бумажки тебя не возьмут куда-либо. Это для них та база и та основа знаний, компетенций, умений, которые тебе обязательно пригодятся для жизни. Неважно, ты потом пойдешь в техникум, ты пойдешь потом в вуз, может быть, ты сразу уже в фирме какую-то себе работу найдешь, или ты поедешь по миру, попутешествуешь, потом определишься, кем ты хочешь работать, неважно. Но они относятся к этим девяти годам обучения очень серьезно, потому что они понимают, что за эти девять лет ты вырастешь, ты разовьешься. И у родителей к школе другое отношение, у учеников к школе другое отношение, у учителей к школе другое отношение, и у общества в целом. Понимаете? Теперь. Сейчас мысль одна сидит, не потерять бы ее. Не знаю, ее сразу сказать или позже. Так. Сейчас, 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 вот, все, записываю, записываю себе. Так вот, далее, коллеги, что для них очень важно в профессии учителя? И почему вообще такой высокий конкурс на учителя? Учитель должен быть способным. Они считают, учитель должен быть профессионалом своего дела. В той школе, где учителя проходят практику, в этой школе, в этой школе нагрузка учителя не может быть больше 20 часов. В других школах по Финляндии, в частности, Хельсинки, там может учитель взять себе нагрузку, чтобы была зарплата больше, он может себе нагрузку взять хоть до 30 часов, хоть до 35. Но в этой школе, это такая интересная, особенная школа, больше 20 часов учитель взять не может. Директор сказал, он иначе просто умрет, потому что там идет огромная работа над своим профессиональным развитием. Огромнейшая. Там провести урок – это лишь просто одна из твоих задач. Потом происходит, ты эти уроки готовишь, ты разрабатываешь свои учебные материалы, ты анализируешь работу учеников, ты продумываешь, каким образом каждому ученику на уроке помочь, каким образом поддержать их, когда они уйдут с твоего урока и так далее. Ряд вопросов. Там учителя постоянно развиваются профессионально. И поэтому больше 20 часов нагрузки они себе взять просто не смогут. Потому что там не то, что будет времени поесть и поспать, там по времени вообще ни на что, ни пожить не будет, ни вдохнуть не будет. Вот это только об этой школе, коллеги. Это не значит, что во всей Финляндии так. Только об этой школе. Далее. Вот учебники питания, какие услуги платные, вот здесь, пожалуй, не могу, вот это не могу сказать. Даже не спрашиваю. Ну, в столовой, в столовой детки сейчас обращу, сейчас скажу. Ну, я же, они на месте, конечно, не платят. В столовую детки пришли, покушали, ушли. Коллеги, не знаю, вот на этот вопрос не могу ответить. Не могу ответить. Теперь, вот исходя из того, что я сказала, учитель должен наслаждаться своим развитием, как профессиональным и личностным. Для них это очень важно. Профессионал своего дела, глаза горят, развитие в кайф, вызовы просто принимаешь, ломаешь голову, как решить какую-то ситуацию, сотрудничаешься со своими коллегами, решаешь как-то эту проблему, в сотрудничестве с администрацией и так далее. Профессионал своего дела. Человек, которому нравится этим заниматься, он хочет этим заниматься, и он занимается этим. И постоянно, постоянно развивается. И еще, что они сказали про учителя. Вот тоже, почему учитель имеет такой хороший статус в обществе. Последний момент. Учитель должен объяснить, почему он использует... Не должен объяснить, он должен уметь объяснить, почему, например, он в своей работе использует тот или иной метод. Почему он использует, например, сейчас групповой метод работы. Почему он использует этот сценарий. Почему сейчас используется этот цифровой инструмент, а не другой. То есть вся деятельность учителя, она всегда целенаправлена, она всегда осмысленна. Понимаете? И вот я вижу, что вопрос про домашнюю работу спрашивается. Вот это то же самое. Там нет общего правила, что домашнюю работу не задаем, или есть общего правила, что домашнюю работу не задаем. Только учитель это определяет. Только учитель решает. Сегодня я, например, понял по работе с своими учениками, что сегодня домашнюю работу им задавать не стоит. В следующий раз мы поработали. Ребята, как думаете, дома продолжим? Давайте, давайте продолжим дома. Все. У домашней работы тоже есть своя цель. Зачем ее задавать? Вот зачем нужна домашняя работа? Зачем? Кто ее придумал? Может быть, можно вообще без нее обойтись? У домашней работы есть определенная цель. И учитель решает, он будет сегодня достигать определенную цель посредством этой домашней работы или нет. Коллеги, опять-таки, повторю, парадигма другая. У них другая парадигма. Фокус на ученике. Помочь надо ученику. Поддержать надо ученика. Не справляется с домашней работой. Зачем ему ее задавать? Не будем задавать домашнюю работу. Этому ученику он все равно ее не сделает. Значит, надо помогать ему в школе. Справляется. Пусть решает. И так далее. От ученика отталкиваются во всех вопросах, а не от того, что надо, что не надо, что принято, что не принято. Ну, конечно, законы никто не нарушает, да? Вот. Идею так улавливаете из моего сбивчивого рассказа. Так. Про домашнее ответила. Сколько времени проводит день в школе? Вот тоже, Светлана, не спросили. Вот мало было одного дня. Вроде мы так много уже спросили, но вот, честно, не знаю. Так. Отпуск. И про отпуск не знаю. И про родительские собрания тоже не могу сказать. Проводятся родительские собрания или нет. Но я думаю, что работа с родителями, я просто предполагаю, исходя из того, что они говорили, что работа с родителями проводится. Но в какой форме, в какой форме, я не знаю. Вполне возможно, что каких-то общих и нет. А может быть и есть. Вот, друзья, в следующий раз поеду в Финляндию. Ну, вот поеду тогда с новыми вопросами. Теперь, коллеги, вот вы знаете, что, например, я хотела бы очень еще бы затронуть. И, наверное, буду уже заканчивать, потому что мое время подходит к концу. Про подготовку учителей, наверное, отдельно потом пунктами вынесу. Про подготовку учителей, наверное, лучше сделаю отдельный эфир. Если сможет Юрий присоединиться, может быть, тогда вместе с Юрием. Это было бы очень интересно об этом поговорить. Но вот, коллеги, подытожу. Вы знаете, я следующим относительно вот этого престижа учителя. Какое отношение в нашем обществе, да, я имею в виду и страны Прибалтики, и вообще Союзной Республики, давайте возьмем так. Вот какое отношение в обществе к учителям мы с вами примерно себе представляем. Как мало людей хотят быть учителями, мы это тоже с вами знаем. Это наша реальность. В Финляндии в обществе, как я уже сказала, исторически сложилось, что отношение к учителям совсем другое. Вот теперь смотрите, коллеги, из чего это складывается. Вот это тоже важно немножко понять для того, чтобы, как всегда, начать с себя. Это каждый человек в вашей стране, в моей стране, каждый человек ходил в школу, абсолютно каждый. И каждый человек от нахождения, от присутствия в школе сформировал свое представление о школе, об обучении, о развитии, об образовании и так далее. И вот с этим ощущением, с этим впечатлением этот человек и живет, и высказывается потом в обществе. И получается, что у нас, у всех опыт оказывается крайне негативный. Мы подходим к этому очень формально. Мы понимаем, что развиться тебе не получится. Языки учим, учим, но не знаем. И вроде бы и родной язык тоже учим, учим. И какие-то неграмотные, и мысли связать не можем, и проблемы решать не умеем. И какие-то инфантильные оказываемся, и немотивированные, и какой-то кошмарный кошмар. И так считают и дети, и родители, и родители этих родителей, и так далее, и так далее. У нас как-то в целом, в целом, вот такое вот формируется впечатление. Конечно же, определенную долю от этого мнения составляет и наша работа. Если вы, например, даже сейчас вспомните, как вы учились когда-то в школе, я думаю, вы, наверное, сможете привести в пример одного учителя, в лучшем случае двоих, с которым вы скажете, вот это был учитель прямо с большой буквы У. Это вот тот человек, с которым можно было разговаривать. Он слышал тебя, человек, вы понимаете, он слышит ученика, он понимает, о чем ты говоришь, он тебе поможет. Со всеми остальными сложилось, как сложилось. Вот в Финляндии там точно таким же образом все ученики, все люди проходят через финскую систему образования. И у них об учителе складывается, и о школе в частности, и образовании, совсем другое представление, совсем другое отношение. И в итоге, как результат этого отношения, люди понимают, что быть учителем – это круто, быть учителем – это классно, быть учителем – это значит, о тебе знают, что ты умный, способный человек. И люди хотят работать учителем, и они уважают эту профессию. Так что получается, что вот этот вот волшебный ключ, эта волшебная таблетка, она скрывается просто, ну, в голове каждого из нас. Начинаешь с себя, начинаешь с себя, ничего не поделаешь, меняешь вокруг себя немножечко свою реальность, и смотришь в целом, в целом, постепенно, постепенно будет формироваться о фигуре учителя, совсем другое мнение. Нужно, чтобы вот учителей, которые являются теми, которые могут помочь ученику развиться, вот нужно, чтобы таких учителей становилось все больше и больше. Вот у нас в массовой школе вот этот вот, к сожалению, такое представление или такая фигура учителя, вот она не сложилась, и у нас в целом исторически, как вы тут написали в комментариях, верно, вот у нас исторически сложилось совсем другое представление. Если у нас, скажешь, я помню, когда я поступила в педагогический вуз и говорила, что я буду учителем математики, мне говорили, а оно тебе надо целый день стоять, орать на них, эти там дети какие-то непонятные, сумасшедшие, бумажками тебя закидают, математику ненавидят, пошлют тебя куда подальше на три буквы, потом, значит, бумажки заполняй, личной жизни никакой, все вот такие вот нервные ходят и только орут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот в наше время, в наше время, тебе оно надо. Ну, вот, вопрос, откуда у людей такое представление? Вот кто им в голову это втемяшил? Боюсь, боюсь, что в этом, конечно же, есть наша заслуга, непосредственно, не, ты знаешь, что прям вот ваши, тех людей, которые меня сейчас смотрят, а наши, учителей, конечно же, в целом. И вот директор, когда он отвечал на вопрос, в чем же секретный секрет финского успеха, финского образования, он имел в виду как раз-таки вот именно это, это просто системное видение того, как одно влияет на другое, каким образом происходят какие-то взаимодействия, причинно-следственные связи, и то, что каждый учитель, он удерживает эту картину целую в своей голове. Он понимает, как сейчас то, что я делаю в классе, как сейчас то, что я помогаю этой группе учеников таким образом. Этой группе учеников таким образом. А этому одному вот так, а может быть, я один с ним не справлюсь, призову на помощь коллегу, мы сейчас подумаем, и мы ему так поможем. А эта группа учеников будет вот так работать и так далее. Он понимает, что у этой работы есть результат, его дети развиваются, они мыслят так же, они мыслят так же, они тоже системно мыслят, эти ученики, они тоже понимают и видят ценность в этом учебном процессе, потому что я действительно сейчас учу английский язык. Черт побери, я уже через год буду говорить на английском языке. Они это понимают. Они так, что зачем это надо? Господи, господи, скорее бы уже звонок, зачем? Потому что действительно часть заданий, ну и уроков, они действительно бывают такие абсурдные, что ты думаешь, боже, зачем, зачем? Если бы я сейчас дома сидела и ела суп, было бы гораздо продуктивнее и здоровее для меня. Ученики видят ценность, учителя видят ценность у того, что они делают. Они понимают, какой будет результат. И вот в целом через голову каждого человека, через голову каждого учителя, не каждого человека, через голову каждого учителя, потому что через учителя проходят все дети, все общество проходит через наши руки. Вот в целом каждый учитель удерживает вот это видение в своей голове, и он понимает, в чем смысл его работы, он понимает, в чем его задача, И он понимает, в чем цель. А все остальное – это вызовы. Это не проблемы, это вызовы. Вот у меня сейчас такой вызов, вот такой челлендж. Нужно как-то подумать, как это решить. Действительно, условия изменились, ученики изменились. Да-да-да, вот теперь у них экзамен в электронном виде. Соответственно, добавилась новая задача. Нужно сделать так, чтобы ученики умели решать задания в электронном виде. Потому что одно дело на бумажке начерикал, другое дело в электронной системе свои задания представить. И, соответственно, все. Окей, тогда мы начинаем цифровые инструменты использовать и так далее. Вот. Вот так, коллеги. Вот так. Ох, высказалась. Как отбирают Ольга? Ага, Галина пишет. Так, сейчас, сейчас, подождите, я тут, кажется, как я... Ой, сколько вы тут написали! Сколько вы тут написали! Где можно посмотреть учебники и программу по математике? Лидия, не знаю. Не могу сказать, есть ли у них это в онлайн. Ну, может быть, если на финском сформулировать вопрос, может быть, вы что-то и найдете, конечно. Кстати, относительно программ, насколько я поняла, у них как таковых программ учебных нету. На общих таких, на национальном уровне. У них какие-то есть муниципальные программы, а так... А так нет. Ну, опять-таки, я еще раз говорю, учителям доверяют. Учителя это профессионал. Это он решает, как должно быть. А не кто-то придет сверху, проконтролирует и скажет. О-о-о! Что же вы тут делаете-то? Как же так-то? Нельзя так. Ай-яй-яй! Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. При таком громадном конкурсе на специально поступает лучшее... Да, конечно, действительно, конкурс высокий, соответственно, отбираются лучше. И вот оно вот... Но в целом, опять-таки, вот скажу, у них уже как-то давно в обществе такое отношение к работе учителя сложилось. Правильный вывод, пишет Галина, согласна. Как отбирают из 614, не представляю. Не представляю, какое должно быть резюме, какое должно быть CV. Но они сказали, что им очень важно, чтобы учитель получал удовольствие от своей работы. И то, что он должен профессионально развиваться, он воспринимает не как должен, а как просто часть меня. Я... Ну, а как иначе? Как иначе, если ты не учишься, каждый день не работаешь, не свои личностные характеристики усовершенствуешь, так и свои профессиональные? Без этого просто никак. Про зарплату мы не спрашивали. И, насколько я поняла, опять-таки, исходя из идеологии директора, с которым мы разговаривали, зарплата – это последнее, что делает человека, ну, в частности, учитель. Сейчас бы мне дочь сказала, а учитель – не человек, да? Она все время, когда я говорю, в частности, какую-то профессию называю. Не мотивирует. Вот. Мотивирует очень разные факторы. Зарплата – это последняя, последняя из них. Ну, в принципе, действительно, даже если так подумать, коллеги, вот представляете, вот даже если взять себя, вот я себя беру, вот мне тяжело работать, например, у меня большая нагрузка, и я вижу, как кто-то там искрится, значит, во все стороны, и так интересно учебную работу организовывает, и такие классные задачи придумывает, и ученики такие же. Я понимаю, что у меня-то все не так совсем, и потом я узнаю его зарплату, и говорю, ну, так, слушай, у тебя зарплата в три раза выше моей. Конечно, конечно. Но если мне на следующий день повысят зарплату прям в три раза, ну, я не думаю, что я прям в этот же момент начну светиться. Конечно, настроение поднимется, но вот прям так, что ты тут же начнешь придумывать другие задачи по-другому, учебный процесс организовывать – нет. Нет, это все-таки умение, его нужно развивать все равно постепенно. Так, о такой политике по отношению к учителю нам только мечтать. Вера, понимаю, но, коллеги, что-то и в наших руках тоже есть, и их опускать нельзя. Поэтому формировать также впечатление о самом себе можно и нужно нам. Как сказала Куко Шанель, ну, вот как сказала Куко Шанель и забыла фразу, вы можете себе представить. Нельзя иметь второй шанс, чтобы оставить о себе первое впечатление. Как-то так. Нагуглите, чтобы она была точна. Ну, вот нам формировать правильный статус учителя и образ в обществе нужно нам самим. Так, про учитель слышал прям до слез. Самоуважение к себе и своих ценностях. Спасибо большое. Слава, всегда пожалуйста. Так, уроки по 45 минут. Не помню. Мне даже кажется, что мы об этом говорили, друзья. Не помню. Честно, вот 45 минут или нет. Не могу сказать, Ольга. Вот столько еще вопросов осталось. Мне казалось, я уже все ответы знаю. Так, здравствуйте, спасибо за интересную информацию. Сколько учеников в классе? Я здесь уже говорила, что где-то 20 учеников точно есть, может быть и больше. Не буду точную цифру называть, потому что этот вопрос не задавала. Вот то, что своими глазами видела, то и видела. Так, у нас много выдающихся педагогов, идеолов, Харчасов, Хамлинских, но мы теряем их идею. Приносим фокус внимания с ученика на свои проблемы. Все верно, Светлана, мы действительно… Дело в том, что… Это вы все абсолютно правильно сказали. Учитель, учителю молодому, например, который вырос на этих правильных идеях, на вот этой хорошей такой гуманистической педагогике, когда он попадает в школу, он же попадает в определенную среду. И с этим мы столкнулись уже и сейчас, когда мы отправляем своих практикантов на практику. И очень большое влияние на него оказывает вот та среда и тот стиль руководства, который в данной школе, куда учитель пришел работать, сложился. Ничего не поделаешь. И если свой внутренний стержень, своя уверенность есть, и ты отстаиваешь свою педагогическую точку зрения, то, скорее всего, если это не совпадает с политикой руководства, тебя из этой школы просто как инородное тело исторнет, и ты пойдешь, найдешь себе там, где сможешь реализоваться профессионально. Если вот немножко присутствовала какая-то неуверенность, то тогда этого учителя подамнут под тот стиль, который в этой школе сложился, и сделают таким стандартным, обыкновенным учителем, который дает уроки. И вот, кстати, в Финляндии педагогам, которые только, молодым педагогам, которые только идут на работу, в первые три года этим педагогам идет максимальная поддержка. У них настроена система менторинга. И этим педагогам первые три года работы в школе очень сильно помогают. Именно потому, что они знают, с какими трудностями может столкнуться педагог, и они помогают этому человеку в организации работы, в индивидуальной помощи каждому ученику. Вот в том, чтобы это проектное обучение, вот у них есть эта идея, обучение, феномены, феномены. Их такую неинтересную метафору нашли, эти феномены. То есть идея проектного обучения у них реализована. И вот они понимают, какой это большой труд, и они учителя в этом процессе максимально поддерживают. Помогают ему закрепиться, помогают ему профессионально установиться, и помогают ему почувствовать на себе абсолютно все процессы, которые проходят через тебя в твоем классе. И после этого уже учителя отпускают, так сказать, свободное плавание. У нас же на практике все абсолютно по-другому. Пришел новый педагог в школу, его сразу же кидают в какой-нибудь, понимаете, сумасшедший класс, самый тяжелый, от которого вообще отказываются, никто не хочет. Педагоги со стажем 26 лет его брать не хотят, они хотят уже спокойненько поработать, да, в кайф с кем-нибудь, с элитными какие-нибудь. А вот этих вот чумовых шестиклассников, вот и бери, которые тебя на руки вынесут из школы, вот туда этого молодого педагога кидают. Кто-то ломается, кто-то уходит, кто-то понимает, что дурдом не могу там работать, кто-то справляется, но становится жутким циником потом после этого, кто-то профессионально растет, но у каждого свой бэкграунд, поэтому у каждого, конечно же, свои выводы. Свои выводы очень много зависит от того, в какую среду попадет молодой педагог. Так, о, Катюш, ты тоже смотришь, привет-привет тебе. Так, спасибо за интересную информацию, спасибо, вы супер-спасибо, ну, вы тоже супер. Так, спасибо-спасибо-спасибо-спасибо-пасибо. Так, а, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Во, Виталий, спасибо, цитату поставил, отлично, именно это я и хотела сказать. Все, друзья, спасибо за то, что побыли со мной. Надеюсь, надеюсь, из моего такого взбивчивого эмоционального рассказа стало понятно, как устроена система школьного образования в Финляндии. Друзья, честно, хотелось бы отдельно выйти и поговорить, может быть, еще о подготовке учителей, потому что я с собой сейчас как раз смотрела, где у меня буклет, я с собой различных буклетиков набрала, себе много-много мыслей различных накидала. И хотелось бы, честно говоря, еще об этом поговорить, потому что это очень-очень тоже интересно. Я прям отдельно разговаривала с человеком, который создавал программу обучения, магистратурскую программу обучения для учителей. Вот, поэтому про это там узнала все-все-все, что только можно, еще и контактами обменялось. Вот, друзья, все, спасибо, спасибо вам огромное. Те, кто будут смотреть записи, ну, как всегда, вопросы задавайте-то в комментариях, но, как видите, оказывается, на очень многие вопросы я не знала ответов, так что вполне возможно, что я тоже не буду знать, но я их учту, но я их учту обязательно. Я скажу честно, сейчас, когда я туда ехала, меня очень интересовала вот именно их идеология. Я прям вот хотела это увидеть, я хотела это услышать, потому что я согласна полностью с этим. Я сама такая, я сама учу именно так тех учителей, с которыми вместе работаю. И вот так хотелось приехать куда-то, где, понимаете, вся система может функционировать, опираясь на эти принципы. Для меня это был просто, ну, вот-вот, просто кайф. Итак, когда следующая встреча? Четверг. Следующий четверг в 15.00. Буду проводить каждый четверг оперативки. 15.00 по Таллину, по Таллину. Коллеги, смотрите, сколько по вашему времени, потому что я, скажу честно, я что-то поленила смотреть по каким-то другим часам, какое время, поэтому пишу, пишу сразу по Таллину, вы гуглите, по какому это времени будет в вашей стране и в вашем городе. Так что через неделю встретимся. Ту неделю, в тот четверг, вот как раз я была в Финляндию, неделю назад не смогла запустить эфир оттуда никак, очень хотела показать саму школу, но мне разрешили снимать, фотографировать, но только чтобы ученики не попадали. А это же невозможно, чтобы ученики не попадали никаким образом, их же там много. Там такая школа, столько учащихся, что так снимать, чтобы кто-то в кадр не... Мне даже фотографии коридоров тяжело было сделать. Стояла, отставала от своей делегации для того, чтобы хоть что-то запечатлеть и в сториз поделиться. Кстати, друзья, смотрите обязательно мои сториз, да, смотрите, привыкайте смотреть сториз. Я там для вас тоже снимаю, я там с вами взаимодействую, вопрос вам там всякий задаю. И обязательно, обязательно у публикаций моих, друзья, ставьте лайки. Ну, во-первых, мне просто приятно, да, но у этого есть еще более серьезные обоснования. Дело в том, что механизм работы поисковой ленты Фейсбука основан таким образом, что он вам показывает только те публикации, которые вы лайкаете. Потому что он считает так, если вы не лайкаете, значит, вам неинтересно, значит, зачем вам это показывать. Лучше я уберегу вас от этой информации, скучной для вас. Поэтому многие люди мне говорят, Марина, я не вижу ваших постов. Вот был курс запущен, перевернутый класс, я об этом не знал. Хотя я об этом писала, по-моему, раз в пять подряд. Люди не видят, не видят информации. У меня 6 тысяч подписчиков у страницы, и последний пост, который я ставила, друзья, охват чуть больше двух тысяч. То есть 4 тысячи человек, они подписались, но они ничего по мне не знают. Ничего, они просто не видят этих публикаций. Поэтому обязательно лайки у каждого поста, дорогие, дорогие мои коллеги. А то, знаете, поставит кто-нибудь котика, и котик соберет 600 лайков. А у меня 6 тысяч подписчиков, такой хороший пост, такой качественный, про формирующее оценивание, про групповую работу, про новую педагогику. А там чуть больше ста набирается. Так что, коллеги, будьте активны в социальном взаимодействии с моей Facebook-страницей. И можно, да, вот Светлана правильно говорит, и можно еще в Facebook-страницу отметить как приоритет в показе. Я тоже так всегда делаю, и ни одна важная информация, ни один важный человек от меня в Facebook не ускользает. Да, все. Я все сказала. Всем горячий эстонский муси. Всем горячий эстонский муси.